Почти все готово к пусковой кампании. Остались считанные, однако не менее ответственные операции. Особое внимание к мобильной башне обслуживания и самому старту. Для приема ракет-носителя площадки должны быть все обезжирены, чтобы они были чистые, потому что перед заправкой это основное требование по безопасности. До обезжиривания площадки кабина обслуживания ракеты надо подготовить. Промышленным пылесосом убирают то, что принесла на старт экваториальная природа. На старте всякий мусор вместе с дождем смывается непосредственно на кабину обслуживания. Поэтому все оно немножко у нас замусорилось. После удаляют любые вещества, которые могут вступить в реакцию с компонентами ракетного топлива. До старта надо обработать абсолютно все металлические конструкции. Самая ответственная площадка мобильной башни обслуживания. Высота 27 метров. Здесь будет происходить стыковка космической головной части с ракетой-носителем. А пока проверяют систему термостатирования. Это особый ракетный кондиционер. На уровнях пониже процедура выглядит иначе. Вот эти питоны на шее называются рукава системы термостатирования. Сюда, на площадке мобильной башни обслуживания, их российские специалисты носят на своих плечах. Когда ракета окажется в стартовой позиции, вот здесь будет ее третья ступень. Одна часть рукава подсоединится к этой трубе. Естественно, будет снята заглушка. Вторая непосредственно к ракету-носителям. Таким образом, внутри будет поддерживаться необходимая температура и влажность. Валерий Капитонов уже 30 лет запускает «Союзы». В предстоящем старте нисколько не сомневается. Эту модификацию ракеты французы выбрали неспроста. Да, надежность подтверждена несколькими успешными пусками с Байконурой и Плесецкой. Однако умную автоматику «Союза» французы дополнили своей системой безопасности. Вот наша ракета, умная ракета, и она сама определяет аварийную ситуацию. Если что-то на борту неисправно, она сама дает команду на отключение. Французы не доверяют полностью автоматике. Поэтому при сохранении нашей системы поставлена аппаратура безопасности. Вот как раз люк открыт, туда все поставили. Значит, которая позволяет с земли, французской стороне, если они посчитают, что ракета уходит в сторону от нужной траектории, они с земли дают команду. И, так сказать, ракета подрывается. Полезная нагрузка предстоящего старта – 7 тонн. Сразу два европейских спутника «Галилео». Совсем скоро с помощью российских ракет европейцы откроют свою страницу навигационного космоса.